Я в китайском ресторане, типа того, ресторан суши. Смотрите, когда вы готовы сделать свой запас, нажимаете на кнопочку и приходит официант. Здесь есть меню, есть можете сколько хотите. Помните, ко мне приходила, чинезия постоянно ко мне ходит, Франко. Это его второе заведение. Его все заведение второе переделали. Всего там мама и пятеро детей. Мама одна. Папа у него давно умер. Смотрите, вам дают вот такую вот скеду. В этой скеде вы здесь пишите номер тарелки, блюда, которое вы хотите. Здесь пишите, сколько вы хотите. Допустим, одну или два. Допустим, я вот заказала себе коктейль вот такой вот, видите, под номером 07. Написано 6 евро. Я вот не помню, как они в конце читают, хотя здесь написано, что 22 евро 90 стоит вообще на человека. То есть первая цена одного человека стоит вот эту вот цену. То есть независимо от того, сколько вы наберете. Вы можете набрать вообще черт знает сколько. Что-то я расчеркнулась под самый вечер. Видите, тут и суп есть, и все. Рыба, суши. То есть очень классный ресторан. Находится он в центре, около Пизанской башни. Мы здесь много раз снимали. Раньше мы тут снимали еще колледжили с Карла. И там вы сами подходили, набирали там все, что хотели. А теперь здесь просто есть сервисы. Очень много студентов, которые работают. Очень много молодежи. Видно, студенты работают. Ну, наверное, приезжие. Девчонки подрабатывают. Молодцы, уважаем. Я тоже начала работать очень рано. Подрабатывать я начала в 16 лет. Все рыбное, все рыбное, все рыбное, все рыбное, все красивое. Вот. Потом есть такая вот маленькая книжечка. Здесь, по-моему, вина. И вот здесь, знаете, маленькая винная витрина. Здесь, смотрите, здесь тоже расписаны, типа, что-то вот новые, новые, типа, тарелки, новые пьянки, новые блюда, скажем так. Вот. Тоже все расписано. То есть, приходите, ешьте. А здесь, молоденькая девочка, говорит, я говорю, пол, пол, я говорю, пол, как это же, как это будет? Пол-литра вина. Она говорит, только бутылка или там еще, как-то не поняла, что она сказала. Очень, смотрите, какая красота. Пришли, поели. Если бомбини выше 120 сантиметров, вы платите 10,90. Не без очков, что это бомбини, диальтеца. Если бомбини до 120 сантиметров, заплатите 10,90. Меню стоит много-множество блюд, вообще так красиво все сделано. Поэтому, если будете в пизде, обязательно приходите, но едите сколько хотите. В том плане, что за вот такую вот цену вы можете съесть вообще пол этой книжки. То есть, все входит сюда. Ну и, конечно, любителям суш, это, конечно, в первую очередь. Вот спагетти Деризу, которые я все время ем, которые мне нравятся. Но я просто не хочу уже желудок засорять этими шпагеттями, потому что я постоянно на бутербродах в последнее время. Девчонки-то у меня питаются в столовой. Вот видите, спагетти Дериза, альфруте Димарми. Димарми, господи, Марина. Парла, она demandата, как... Салютами тутте. Она demandата, сколько вина, чего я хочу, едет это мезулитра. Детель мезулитра, но не цепо слоу в бутылле. Мало. Но она съедет это, когда риба рогацева, смотрите, какая красивая бутылка. Это же ресторан Франко, да? Да. Франко ресторан. Вы... 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 Но он еще в телефон, он макина. Не могу беда, я его... Но он еще в телефон, он макина. А ты отдох, ты ля. Смотрите, это вот первое блюдо, которое вы мне принесли. Не удивляйтесь, что порция маленькая. Вы таких порций можете взять хоть 6, хоть 8. Да, Карло? Да, я думаю. Вы можете купить анкисейку, где он? Помочь вам. Я говорю, да. А вы русская, да? Нет. А вот куда? Друзья. Скажите, вот если я заказываю в этом ресторане, я могу заказать даже 6 тарелок, да, и мне принесут? Знаете, как, вы можете все заказать, да, и 1-1 тарелок. А. Вы можете для себя все суперсу, и он тоже для себя. Но вот если я заказала вот эту порцию, мне понравится, я могу еще раз заказывать или нет? Да. Да? Спасибо большое. Короче, пробую. На вкус обыкновенная холодная креветка под майонезом, немножко кетчупа для цвета, в общем, такие же, как делал Карло дома. Ты помни такую сальсу. Ммм, вкусно. Очень мягкая, классная, но мне не хватает соли. Смотрите, вот Карло принесли вот такие вот 3 кусочка хлеба с какой-то сальсой. Наверное, вот так вот берешь, вот так вот ее махаешь. Ммм, бомба. Очень вкусная. Бонни, боннистими. Какая сальса, бонни? Бонни, боннистими. Он говорит, я могу и печатать здесь. Очень вкусно. Карло говорит, допустим, вот это вот все, что мы заказали, нам принесут сейчас, да? Вот он там какие-то 2 тарелки заказал. Потом, если вы не наелись тем, что вы заказали, допустим, вот я заказала 3 тарелки, да, по одному. Если вы не доедаете, вот здесь вы можете еще раз заказать, потом там через полчаса еще раз заказать и до бесконечности. И все время можете заказывать блюда. Единственное, что если у вас есть блюда в меню, которые отмечены красным цветом, вот таким вот, Карло говорит, то вот это идет уже платное. То есть оно не идет за бесплатный ужин. То есть если вы заказываете блюда, где есть красненькие вот эти вот нитки, вы можете заказывать это только за деньги. Вот еще одна такая вот тарелочка. Опять же говорю, вы не обращайте внимания, что маленькие порции, только потому, что таких вы можете заказать хоть 10. По второму, по третьему кругу, если вам понравится, когда вы попробуете. Очень красиво, это твое, Карло, это рыба. А, я митила. Потом вот такую вот тарелочку, это твое ли мое? Вот такая вот тарелочка, это креветочки. Очень красиво тоже оформлено. В китайском, в хорошей стороне суши. Милотенеки, по-варейджи. Вами латерары. Господи, придурок не понимает, что сейчас, девочки, я попробую. Кричонки, я в ресторане в китайском, в хорошей стороне суши. Бомба. Это мои или твои? Докишонок. Сегодня прямо... Подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите. У меня прям праздник живота у меня. Это грим мистер. Ну, типа разная рыба. Жалко, не хватает лимона, но... Немножко недосоленая, но вкусная еда. Очень вкусная. И чувствуется, что... Ну, свежат, наверное. Попросила, что принесли разные сальсы. Не знаю, почему вам сразу не принесли. Пави Дерека. Он говорит, что так мало. Говорит, раньше было лучше. Ну и что еще раз закажешь? Очень маленький кончик. Смотрите. Саня сейчас будет пробовать. В общем, вот это похоже на аджику. У меня, когда папа с мамой крутили аджику, у папы на банках было написано Марина. Самая острая аджика, Злюка. Было написано Марина. Спасибо, папа. Это еще острее. А вот это, наверное, как авокадо. Я не знаю. А, и вот оно где. Оно как горчичка. Как горчичка, да. Как горчичка. Очень вкусно, когда горчичка. Осторожно. А вот это я не могу понять, что это такое. Что это такое. Перпровары. Я первый раз. Я просто, слушай, никогда не ем. Не дай перпровары у нас. Майбона. Майбона. Это остренькое. Это тоже острое. Все острое. Первый раз буду пробовать суши. Это с Филадельфия и гамберонами. Здесь такого вот еще Карлоса повторил. Это тоже тебе, Карлоса. Боже, кошмар, Карлоса. Мама родная. И это тоже Карлоса. Я в шоке. Марина, ты знаешь, где ты? Одна, Магарри. Да, я имею в виду, одна. Маста. Я буду пробовать сейчас суши. А здесь что? Здесь авокадо, Филадельфия и сальмоны. Давай, давай, давай. Карлоса умеет пользоваться палочками. Пробуй. Я суши никогда не ела. Один раз я попробовала. Сказала, что это вообще какое-то там дно. И мне там знакомая в нас пошла. Говорит, Марина, ты просто неправильно ешь суши. Что я беру? Я беру суши вот такие вот. Я ее разделю на три. Она такая маленькая. Я налила себе сальсу. Это соя. Я ни разу не пробовала. Это первый раз я пробую суши. В своей жизни. Я очень хочу, чтобы они мне понравились. Чтобы я их полюбила. Ой, тропа салата. Вон, а пера тропа салата. Не противно, но... Не привычно, но я просто люблю сальмоны. Может, я много... Может, я много доложила. Вкусно. Месяц мешать. Буду ли есть суши буду? Вкусно. Буно, мне пище. Не надо поставить слишком сальса. Дово есть мое? Дово есть. Не надо поставить слишком сальса. Да. Не, это не мое. Мое. Боже мой, капец. Смотри, сколько он заказал себе. Я в шоке. Ого! Ну да. Маленький. Не, не, я не хочу, Карл, только. На аджик похоже. Вкусно. Вкусная сальса. Вкусно, но... Для первого раза очень специфически. Сальмон вот это смотрится. Ну, есть, хоть на естся можно. Бон, на естся мне пиачи, да? Лисо, шель-филадельфо, сальмоно. Ммм. Костаклин он мне пиачи танто. Костакли. Вкусно. Карла, что там тарелок столько, капец. Карла еще себе заказала вот такое вот. Это все в цену 22 евро, да? Это все то, что ты ешь. Тут такое, что ты ешь. 22 евро, сара. Веро? Вот это вот все. Держи. Давай я сюда лимон, давай мне сюда суши. Там, кто ты суши, не пенсю, кем он жарит. Вообще, Карло Тиркио, он жаркий, жалкий. Он жадный на еду, чтобы у него старелки что-то... Но, в смысле, когда ты манжи, когда колькуна тебе метели маня на пиато, дичи, кавалу, пренди и проби. Он говорит, мне нравится, когда мне руки сует. А теперь вот, когда всего много, конечно, говорит, бери, бери, ешь, ешь. Братца. Баста, баста, на-на-на-на. Я не верю, что это опять к нам. Боже, ужас, это мои... грилья. Ужас, мама мия. Еще нам, Карло. Мамия. Это нам, я в шоке. Капец. Просто, это Новый год, это Каподиану. Боже, я себя ненавижу, как нажраться. Ужас какой-то. Ужас ужасный просто. Суши, ну, понравились мне. Я не знала, я не знала, я не знала, я не знала, но я не знала. У меня не знала, я не знала. Классный ресторант. Да, но... Сколько тебе дадут? 60 евро он заплатил, я говорю, почему если 22 евро, он говорит, не как раньше, то есть вы платите больше за вино, за вино, за пиво, за пиво. Он говорит, ты когда берешь твой пиво уже в ассортимент, как будто ты уже пошел там, в самый лучший ресторан. Ну не расстраивайся, Карта, ну не... Как? Ну не бутарти, Джо. Нет, не importa на сега, мы не знаем, что это было, но не, я хочу сказать, что это было. Боже, сколько мы наелись, сколько мы ели, Карл? Мама, это один раз, платили 10 евро в обед, и 13, нет, 13, я помню 18, только 13 евро вечером. Потом говорит на 15, потом на 18, потом теперь уже 22. Короче, все равно. Около Пама находится, вот Пам, получается вот Пам, а вот если туда идти, там, получается, Пизанская башня. То есть это больше, чем ты идешь, а я испугался. Где мы живем в банком? Доброе утро. Как же он банком? Чем банком там... Уговорила Карлоса пойти покурить кальян. Комаров нету, просто музыки живой нету, уже наверно в этом году. Хотела сказать, сидишь около Днепра, сидишь около. Днем-то здесь не красиво. Мы здесь были с ним давно. Ой, посидеть классно. Ой, так нажраться, хоть посидеть. А нет, есть диджей сегодня, он диджеевиста. Эй, диджей, эй, диджей. Сейчас покурим кальянчик, господи. Никогда не пробовала куши, господи, суши. Потому что не жрала давно, не кушала. Суши, не суши и не курила кальянчик. Ой, вообще, оторвусь я. Мать, ты звезда сегодня. Весь вечер твой, это я сама себе. Стоим в очереди. Смотрите, большой кальян стоит 13 евро на 4 персоны, на 4 человека рассчитано. Типа мэна, медиу, а, медиу, 10 евро. И маленький 7 евро я беру за 10 евро, потому что, короче, здесь плачу я. Там платил он, здесь, в этом заведении плачу я. Не знаю, если сейчас получится, вот там вот, выпасть на лежаки с кальянчиком. Это мандату? Сегодня, кстати, последний раз. Они работают, по-другому день они работают. В этой встрече нахожусь. Плот, guardа, здесь вот. Здесь, здесь вот. И это вот. И она, здесь вот. У нее, здесь вот, в этойPlоте, это вот. Она говорит во-дуке, где-то вот, будет либке. Может, эта девочка она говорит свободно? Она говорит занята. Там у нее есть так. Есть таболです. У нее есть таболы. Все в этой версии, мы, не знаем. Она говорит, что здесь вот либо из-за, у нее нет. Но там нет. Там баба рядом сидит, я говорю, ну так что она сидит? Баба у меня рядом, тут все рядом сидят. Что они? Ох! Ну, дай мне, смотри. Возьмите бутылку вина бьянка. А, смотри. А, еще не работает? Что, нельзя еще? Сыщуча? Сыщуча? А, ты говоришь, есть переходники. Понятно, сделаем. Я взяла, думала бутылка вина будет, при ней бутылку просьбить. А, тиранно? А, тиранно? Да и я мало чендеры. Надо включить его или так? А, он горит там? Да? Не знаю. Какой густо. Короче, как можно. Всем классно, ты думаю неделя лежим. Очень хорошо. Дай мне. Красивый трассовочек. Красиво лежим. Отдыхаем. Дай мне попробовать. Классно. Молоденький. Классно. Классно. Это яблоко и катос. Классно. Ну, на курсе Италии я иду своим обычным шагом. Я так все время хожу, да? Говорю, Карлос, давай, Портос, пойдем с тобой в караоке сходим. Ну, типа, у нас, видите, у нас город для пенсионеров. То есть это центр, он весь закрыт. То есть, да, Карлос, ничего нет. Он закрыт. Надо идти туда, на ту сторону, где я живу. Там, короче, молодые живут. Портос мне говорит, блин, иди медленнее. Как ты? Я говорю, я сейчас не спешу. Я вот сейчас иду своим обычным шагом, то есть размерным. Кстати, когда писали за Сашу и говорили, ну, Саша красивая девочка. Такая походка, походка мужланская. Я когда была молодая, я когда была молодая, но юная. Я тоже ходила, еще такая мода была на юпу-клёш, брюки-клёш. Только юбка, такие шаги. Моя мама говорила, боже, как ты прешь, как танк. Когда каблуки одеваю, нормально, все проявляется, и молодость, и сексуальность. Да? Как тебе кальян, Карлос? Бон. Классный кальян. Никого нет. Центр, он весь закрыт. Боже, как ты дышишь, Карлос. Как на резиновой кукле. Ай, последние волосы. Мне в следующий раз надо, говорит, чем-то тебя зацепить, чтобы ты меня вела, но чтобы он расслабился, а я его тяну. Молодцы! Давай, молодцы! Давай, молодцы! Давай, молодцы! Давай! Да, мы молодцы! Да, да, я не знаю, что ты не знаешь! Потому что ты краса, ты толстая. Мы у меня энтузиазма, что ты делаешь? Говорит, у тебя слуха нет какой-то кампаны. Говорит, сегодня еще и суббота иди куда хочешь танцовать. Я хотел, когда мы говорим о том, что-то цель. Все-таки надо. Дайте мне. Как ты так сказал? Люди могут помнить. Нет, вы помните, кто то в关? Великобритая карта. А ты трябал меня? Они так называют… Ты знаешь, кто это называется? Никто говорит, кто? Вы не поняли, что она получается! Я, Карл Асу, говорю, ты понимаешь раньше, когда мы говорим о laid-м 선물е, Жули, такси. Мне кажется, что это Патриц Канцинс. Да, Патриц, Патриц. Патриц Канцинс, нет. Ди Патриц? Google. Дай. Google. Патриц Канцинс. Нет, я хочу знать. Как он называется? Патриц Канцинс. Да, Патриц Канцинс. Патриц Канцинс. Я звоню Патриц Канцинс, у меня такого нет. Весь, там у меня ошибся. Это была Ванесса Параде. А, да, Ванесса. Ванесса. Нашел тебя? Включи. Юли Такси, Ванесса Параде, которая тоже cantала еще одна песня, которая называется «Марни и джон». Слушай, так, она песня. «Марни и джон». «Марни и джон». «Марни и джон». Кстати, я надела сегодня свои брюки от... Как этого робота звали? Гостя из будущего. Я похудела, надо ремень одевать. «Марни и джон». Пока. Продолжение следует...